Добрый день, меня зовут Кружков Алексей, но коллеги-друзья зовут меня Лёлик. Я в компании Playrix работаю на должности брендинг-генелиста и директора Московской лошадины. А расскажите о своей профессии, чем ты встречаешься? Это очень интересная профессия, потому что она позволяет сделать то, что я больше всего люблю и умею, это общаться с людьми. Общаться с людьми игровой индустрии, в которой я, по секундочку, уже старый стал 12 лет в игровой индустрии. Я посещаю практически все конференции, метапы, хакатоны по IT и игровой индустрии и несу культуру Playrix в массы. Рассказываю, как же здорово работать в Playrix и вообще, как мы добились тех высот, на которых мы сейчас находимся. А на секундочку, мы сейчас самая крупная российская компания игровая, которая занимается мобильными играми. И входим в десятку самых крутых компаний в мире. А как вы пришли к этой профессии? Ох, да. В один день я проснулся и понял, что я хочу стать бренд-евангелистом Playrix. Но на самом деле нет. Это очень интересная, длинная история. Начинал я с того, что я по профессии эколог. Закончил я российский университет дружбы народов имени Патру Исламуба по профессии радиоэкологи. Спасибо, моя альма-матер, она научила меня учиться. Но при этом, пока я учился, я очень любил играть. Игры это всегда было нет. Я прямой составляю свободного времени. И потом как-то так получилось, что я начал продавать страховки жизни. И потом я устроился в журнал и продавал рекламу в журнале. В том числе в игровые журналы. И на одной из конференций я уже показал себя как крутой пиар-специалист. И меня взяли пиар-директором в компанию большого, начинающегося российского. Ну, пошло-поехало. Потом была своя собственная компания, который делал все от и до. А потом я понял, что есть на рынке лидеры. И хочется идти в ногу с лидерами. И просиделся команде Клэрис. А пришлось к Кокусе как-то переучиваться? Да. А я по-прежнему считаю, что лучшая школа, которая готовит вот нас, вот именно в игровой, так как и быстрее сравнительно молодая, если сравнивать с другими, то лучше всего готовит практическая работа. То есть пока ты работаешь, ты лучше всего, вот, в системе совершенства, ты прям обучаешься этому на ходу. И это, мне кажется, лучше, чем курсы, может быть, какие-то... Хотя и не смотри, какие курсы. То есть если есть курсы, которые ведут практикующие люди, а не теоретики, да, то да, здесь можно научиться. Если кто-то что-то сделал когда-то, вот мы можем под музыку говорить, если кто-то что-то сделал когда-то, у него это получилось, теперь он хочет научить этому другому, ничего не получается. Я всегда считаю, что на рабочих задачах. Именно поэтому у нас в компании есть и стажерские вакансии для начинающих специалистов. В основном это технические вакансии, программисты. Помимо программистов, по-моему, есть... Надо уточнить, какие еще стажерские вакансии у нас есть. Но вот джиньор программисты точно есть. Вы сами знаете программировать этот игру? Смотрите, первая игра, которую я сделал в свое время, я еще был в школе, это был 11 класс. Мы с коллегами сделали игру, она называлась Lost Neger. Я ее ходил на ВБА, и при этом я был еще и 3D-моделлером. Потому что в то время ходил на курсы по трехмерному моделированию в RayDream. И, в общем, тогда же я выиграл первый московский конкурс по трехмерному моделированию. Это в прошлом. Да, я ходил. А что самое трудное в вашей профессии? Самое сложное... Я бы мог сказать, что давать интервью, но нет. На самом деле, самое сложное в моей профессии оставаться... Не знаю. Все сложно. Я знаю, что самое сложное, это выспаться. Потому что много перелетов, очень много контактов. Еще, конечно, да. Сложно запоминать всех людей. То есть я знаю очень многих людей в лицо. Я понимаю, что мы где-то с ними виделись, где-то мы работали даже, понимаете? Но как его или ее зовут, порой сложно вспомнить. Поэтому, если вы смотрите это интервью, и вы меня знаете, а я вам, возможно, нет, не обижайтесь. Просто вас много, а я один. Поэтому не стесняйтесь сказать «Привет, Лелик! Меня зовут Ольга». И я брала у вас интервью. Так что я скажу «А, да, точно, я вас знал». А что самое интересное? Самое интересное, конечно же, люди. Ой, простей, я в краем глаза увидел, как падала стена вакансии, но ее поймали, все хорошо. Самое тяжелое, наверное... А, самое интересное, да? Самое интересное. Самое интересное, опять-таки, да, это люди, конференции. Это возможность видеть, как зарождаются новые тренды игровой индустрии. Быть причастным практически к любому маленькому шажку. Я видел, как начинался VR. Я вижу, как сейчас начинаются крипто-тренды в игровой индустрии. Вижу, куда ты двигаешься. Могу повлиять, потому что приглашают в качестве эксперта на гид-конференции, на метапы и на разборы игр. Интересно также, что ты можешь помочь молодым разработчикам, которые набрали себе силы и попросили фидбэк по своему проекту. Интересно, когда ты видишь классного специалиста. И потом, очень круто, когда ты видишь этого специалиста в корпоративном слаке или встречаешь его на корпоративном ивенте. Кстати, в компании, так как она ровно распределена по всей России и даже по другим странам, у нас 700 человек сотрудников и 300 человек – это удаленные сотрудники. И для нас нет разницы между удаленными сотрудниками или офисами. Можно работать из любой точки мира, откуда угодно. Даже в офис можно приходить на пару дней, например. И это нормально. Да, и два раза в год мы устраиваем свою собственную конференцию, называется Playrix.Con. Собираем всех Playrix из всего мира в одном месте. Летом она проходила в Вологде, это наш город, в котором он самый большой офис. А в декабре она пройдет в Санкт-Петербурге. И вот самое прикольное, когда ты видишь классного специалиста, которого видел когда-то на конференции, советую обратиться в наш HR-отдел, и когда ты видишь его на составе своей команды. Вот это вот прямо оно здорово. То есть, вот он классный. Здорово, если бы ты работал в Playrix, и потом ты его видишь в Playrix такой. Да, да, и я его поддерживал. Ну и последний вопрос. Если обучаться детям программированию игр, с чего начать и в каком возрасте? Да, смотри. Я сам, так, отец, я бы сказал, отец двоих детей, если у меня было два сына, а я папуля, от двоих дочурок, вот. Одной вот-вот будет шесть, а младший вот-вот был один с мессием. Так вот. Я, конечно, понимаю, многие родители меня могут возненавидеть за мой офис, но я считаю, что можно программировать, начиная с Майнкрафта в шесть лет. Потому что я сначала не верил, что азы программирования в Майнкрафт это что-то реальное. Нет, я понимаю, что это реально. Понять логику, вот первое представление о триггерах, о условиях, какие-то базовые вещи, в игровой форме это вот то, что надо. Более того, у нас, кстати, интересная тема, она, конечно, с программированием не связана, но связана с играми и обучением. Я считаю, что даже для детей обучение в игровой форме это, ну, единственный возможный способ. Ну, будучи на втором курсе, когда я учился на эколога, у нас был какой-то предмет, по-моему, экология не помню, как предмет, а золотая. Но фишка в том, что мы сидели в компьютерных аудиториях и играли в Син-Сити 2000 по преподготовленному сценарию экологической катастрофы города, и нам нужно было вот прям город вывести из экологической катастрофы. Это было так круто, но, к сожалению, я просто знал читы для Син-Сити 2000, и своим одногруппникам я просто раздал их бесплатно, а в последней группе я их продавал. Конечно, все играли, у всех было все круто, все сдали экзамен на отлично. Мне было... сейчас мне немножко стыдно, но всем понравилось, да. А я, честно, отыграл в Син-Сити, по-моему, из моих героев. Вот. Ну, да, я думаю, что с шести лет можно читать.